Привет! Это подкаст «Серая луна», я его автор Ленни Лоренц. Добро пожаловать обратно в мой подкаст. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о последствиях депрессии, которые так или иначе продолжают сопровождать нас, и в частности меня, даже в те периоды, когда мы уже условно избавились от депрессии, побороли её. Хотя это тоже очень достаточно прозрачное, такое туманное понятие — побороть депрессию. Знаете, как говорят, что у бывших алкоголиков не бывает. Мне кажется, что людей, которые когда-либо побывали в депрессии, они не то чтобы от неё излечились навсегда. Но я называю это так, что вы живёте у себя в доме, живёте своей привычной жизнью, но депрессия, она, знаете, как чёрный кот, который всегда находится где-то неподалёку. И если вы когда-нибудь, как-нибудь очень халатно приоткроете дверь и захотите этого кота привпустить, то он с огромной-громной радостью прибежит к вам в квартиру. И это будет не тот чёрный кот, который ластится, мурчит, я не знаю, ловит мышей. Он вам всё в доме перевернёт и ввергнет вашу жизнь в полнейший хаос. Поэтому я также напомню вам, что у меня на Дзене, в блоге на Дзен, есть целый плейлист, целая рубрика, посвящённая моей жизни с депрессией, борьбе и дальнейшей жизни после. Также я решила, что, возможно, вам будет также интересно послушать про мой опыт, про мою историю в этом подкаст-блоге. Это будет небольшой подкаст, обещаю. Поэтому саживайтесь поудобнее и давайте поговорим о том, как живётся после депрессии спустя два года. Сегодня я хотела бы поговорить о том, что плохое настроение и упадок сил, которые испытывают, наверное, каждый люди, каждый человек в мире, это не обязательно рецидив депрессии. Люди периодически грустят, и это абсолютная норма. С момента победы над депрессией моей, я буду по слову «победа», борьба, вот говорить в кавычках, потому что это не то, что вы раз и поставили точку, это такое, знаете, многоточие, наверное, вот так. И с момента моей победы над депрессией прошло уже больше двух лет, и я всё равно по сей день не могу адекватно принять периодические вспышки, а точнее угасания, плохого настроения, апатии, упадка сил и довольно-таки мрачных мыслей. Данная тоска накатывает не так уж часто, чтобы называть её полноценным депрессивным эпизодом, но каждый раз меня охватывает вполне объяснимая тревога. «Неужели опять? Неужели опять депрессия? Неужели? Ну почему? Опять снова? Что происходит?» Я практически постоянно вот в каждом таком эпизоде просто, знаете, плохое настроение, упадок сил — это то, что испытывает каждый человек. Иногда это не зависит даже от каких-то событий, иногда это просто магнитные бури, понижение или повышение давления, элементарное плохое самочувствие организма. Но в такие моменты почему-то меня охватывает, ну, может быть, не паника, но некоторая тревожность. Я стала немножко покапываться в своём детстве и юности, чтобы найти, откуда растут ноги. И сегодня я вот сейчас расскажу вам некоторые откровения из своего детства, которые я очень редко кому-то рассказываю, но, возможно, вам будет тоже интересно послушать. Вспоминая детство и юность, я думаю, да я даже уверена, что я была в какой-то депрессии или в одной из её разновидностей, чуть ли не с самого рождения. Я, кстати, при рождении, когда я родилась, я не плакала вообще. Меня там били по щекам всячески, но я не плакала, я просто кряхтела. Вот, и впервые я заплакала, не помню во сколько, чуть ли не, наверное, в шесть месяцев. И то потому, что мама хотела послушать, как я плачу. Она просто не знала, как я плачу. Меня голодом немножко поморили полдня. Я начала немножко хныкать, и этот плач моя мама записала на кассету. Вот тогда записывали звуки на кассеты, и она мне потом давала слушать, просто потому, что я вообще не плакала. Вот, я не знаю почему. Ну, ну, это опустим. Возможно, у меня были какие-то проблемы со здоровьем. Я помню, что моим излюбленным занятием в детском саду было сидеть молча в сторонке, спокойно созерцать, ну, так, условно грустить и светить кислой миной, столь ненавистной моими родителями. Ну, а я по-другому, я не могла. Детям вообще непросто освоить навык фальшивой улыбки, когда вот улыбаться совсем не хочется. Этот навык появляется с возрастом, с годами, когда мы становимся хитрее, когда мы учимся лгать, когда мы пытаемся быть удобными и комфортными, чтобы не доставлять другим людям проблем. В общем, когда мы входим во взрослую жизнь и жизнь в обществе. Но вместе со мной на свет появилась какая-то совершенно не детская, не присущая детям вселенская грусть и перманентная меланхолия, от которой я, вот внимание, я ни капельки не страдала. Она была как бы неотъемлемой частью меня, частью комфортной зоны. То есть мне было хорошо с собой, мне было хорошо в моей такой перманентной, знаете, осенней меланхолии. Однако, естественно, естественно, взрослый мир постоянно тыкал меня носом в неприемлемость и невоспитанность недовольного лица, не улыбчивого такого серого, заставляя меня намеренно улыбаться, быть доброжелательной, удобной, максимально позитивной. Я не могу сказать, что меня окончательно сломали таким образом. Я, как хитрый ребенок, успешно притворялась, но все равно в душе всегда помнила, кто я и чего на самом деле хочу. Я писала об этом в своих бумажных дневниках, блокнотах, но, к сожалению, это тоже было очень большой ошибкой, потому что моя мама читала мои дневники и даже писала в них мне очень обидные послания. К сожалению, ребенок не в силах и не в праве диктовать собственные условия обитания в родительском доме. Я думаю, это ни для кого не новая информация. Иначе его жизнь просто превратится в подлинный ад до совершеннолетия. Но возвращаясь к моей теме последствий депрессии и периодической печали. Ну, время, оно неумолимо, оно неумолимо бежит, и мне уже как бы больше тридцатки. Недавно я переступила порог тридцатилетия и стала частенько замечать, что стало слегка тревожиться насчет вспышек внезапной печали, которые способны накрыть меня примерно от одного до трех дней. Это не похоже, не похоже по симптомам на возвращение депрессии, депрессивного эпизода, так как сейчас у меня нет ни одной фактической причины впадать в депрессию вообще. Я свою депрессию выучила от и до, я ее проанализировала с самого начала. Я нашла ее причины, нашла, откуда растут ноги, откуда взялось мое посттравматическое стрессовое расстройство. В общем, это была очень долгая, кропотливая работа с собой в первую очередь. И моя жизнь была, моя жизнь была собрана по кусочкам, просто с нуля, с голого старта, из самых начальных, нетвердых шагов. Были обретены совершенно новые смыслы в новой обертке. Старые смыслы были утеряны абсолютно безвозвратно. Да, безвозвратно. Да, именно это я и хотела сказать. И пути назад не существуют, потому что к чему снова возвращаться в ад? Знаете, проанализировав вот текущее состояние апатии, я неизменно и каждый раз, вот в каждом таком эпизоде, я делаю простой, объективный, банальный вывод, который кажется комичным и даже смехотворным, но он по-настоящему отражает реальную действительность, друзья. Слушайте, ну мы ведь люди. Мы люди. Сложные, хоть и несовершенные организмы, обладающие индивидуальным набором физических и психических характеристик. Наша нервная система формируется с детства по собственному индивидуальному паттерну развития, ввиду чего кто-то получает свою детскую травму, мучается, борется, живёт с ней, она мешает ему жить, а кто-то спокойно живёт дальше, обладая врождённой толстокожестью. На самом деле достаточно много факторов, которые влияют на нашу нервную систему и её прочность. Выработка условно положительных нейромедиаторов типа дофамина, серотонина, эндорфина, вы все их знаете, у отдельного человека обуславливается сотнями различных факторов. Но от обратите внимание, ведь чтобы получить заряд целебного позитива, кому-то достаточно просто съесть шоколадку и посмотреть видеоролик с милыми щеночками и котятками и лошадками, а кому-то для того, чтобы получить дозу дофамина, нужно совершить восхождение на Эверест, открыть успешный большой бизнес, масштабный, влюбить в себя королеву, короля, принца, принцессу, ну не знаю, у всех какие-то свои разные триггеры. Но всех нас, таких разных и особенных, объединяет одно важное-важное свойство. Это то, что мы, блин, грустим. И мы делаем это периодически, иногда с удовольствием, иногда без удовольствия. Ну, блин, нужно понять для себя, что это абсолютно нормально, просто по факту существования нашей пресловутой, неидеальной человеческой физиологии. И главное, главное, самое главное, это помнить, помнить в любой ситуации, что периоды этой осенней тоски всегда завершаются, если дать себе достаточно времени для отдыха. Ну да, не стоит упиваться вот грустью прям намеренно, но и не отрицать наличие своей вялотекущей меланхолии. Блин, как говорил какой-то из фараонов, да, и это пройдёт, помните? Господи, каких фараонов? Библейских царей, всё, я... Проехали, проехали. Я сейчас... Я буду неучим, я сегодня неучим. Но вы не одиноки. Я тоже не одинока. И мы не обязаны с вами вечно ходить с фальшивыми, улыбчивыми масками, за которыми скрывается мрачный, обиженный ребёнок, который в нас, ну, довольно частенько, как бы скрывается. И что в этом такого? И что в том может вызывать стеснение? Я не знаю. Мы все, по сути, дети, потому что не существует взрослых людей. Есть только травмированные дети и те, кто свою травму вылечили. Но напоследок я не хочу на какой-то негативной ноте заканчивать. Давайте напоследок в качестве дружеского совета, хотя вы не спрашивали, но я всё-таки настаиваю. Я также порекомендую вам, вот если вы испытываете такое состояние периодически, такую грустняшку словили, и вас это реально беспокоит, проверьте состояние вашей щитовидной железы. Это первое. Ну и возможное наличие железодефицитной анемии. Я сама через всё это прошла, и могу вам сказать, что эти товарищи частенько провоцируют слабость, плаксивость, плохое настроение и упадок сил. Поэтому, друзья, будьте здоровы и берегите себя. Подписывайтесь на мой Телеграм, на мой паблик ВКонтакте. Я также оставлю, возможно, ссылку на свой Дзен-канал, где вы сможете найти вот ту самую рубрику про мою жизнь с депрессией. И после неё давайте прощаться. Увидимся с вами в следующих подкастах. Если у вас есть определённые запросы или темы вы хотите от меня послушать, пишите мне где-нибудь в комментариях, в личку, куда угодно, я везде прочитаю. И всё, до встречи. Пока-пока.